итак длинный видос получится мужики потому что он снимался кусками частями склейка 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 вырезание давайте сейчас распаковочка посылки дополняшка так сказать к этому станку ну покажу что тут по мелочи доработал встала намного веселее и вот честно скажу почему сразу так не делать я не знаю покажите этот видос китайцам господа продавцы покажите видос китайцам покажите закиньте туда им на завод народ требует скажите требует доработок нужных элементарные вещи просто просто друзья всем привет с вами санек сегодня хотел снять обзор на этого китайца но обзорчик конечно с меня еще тот я на своей волне вот поэтому в этом видосе доработки улучшайзинг на мой взгляд плюсы и минусы и ответ на комментарий популярный с прошлого видео с распаковки где брал почему именно такой вот почему не другой кому интересно смотрите видос до конца возможно кому-то пригодится погнали так друзья ну сразу сразу хочу предупредить видос будет длинный поэтому кто кушает приятного аппетита наберитесь терпения сделайте чайку кофейку может кто-то что-то покрепче предпочитает у меня кстати сегодня день рождения поздравления принимаются один из популярных комментариев почему но это комментариев из прошлого видоса из видоса про распаковку где-то вот вверху будет подсказка кто не видел перейдите почитайте комментарии поймете о чем я сейчас буду говорить поговорю я совсем чуть-чуть вот вот так вот а потом будут показывать что я здесь доработал что этот улучшил допилил напильником без этого никак почему не наш советский станок я уже как-то говорил тоже в одном из видео что не нужен мне большой станок понимаете я у меня хобби есть хобби делайте мини трахтора у меня нет конвейера мне нет потока сюда ну не влазят барабаны ну и что ну не влазят там эти тормозные диски да дай бог с ним это разовая операция я могу поехать до токаря у меня сделает проточит тоже диск тоже барабан я сам даже эти барабаны проточу поставлю на мост и вручную проточу не составит большого труда я показываю как это делается вот вся остальная мелочевка она просто занимает кучу времени мелочевка мужики вы слышите меня спасибо куча просто на авито продается тв-шек четвертых седьмых шестнадцатых я мониторил я не знаю месяца два или три эти цены а то на ра еще больше нас полгода это точно цены на авито думал может как выстрелит какой-нибудь станочек интересный большой до большой но нету их их просто нету хороших нету а вот эти все тв-шки они стоят смотришь стоят стоят и стоят кто ответит почему они не продаются я тоже не знаю на это ответ поэтому если кто-то знает но напишите почему тв-4 тв-7 тв-16 какие там еще тв-шки стоят мертвым грузом на на авито первый плюс это компактность этого станка мужики я себе убрал потому что он малогабаритный хоть он самый большой в линейке подобных станков это какой он там в м210 в 800 есть поменьше есть 600 есть 400 400 это вот вот так вот если его так отпилить это будет 400 между центром и губами 25 сантиметров заготовка помещается в 400 вот если здесь отведу заднюю бабку назад вот так вот и поставлю ее по краю вот здесь между центром и вот началом губы заготовка 65 сантиметров влазит 800 это снять конус снять патрон и вот это вот расстояние будет 800 вот так вот китайцы меряют они бы еще замерили вот от края рукоятки и вот выходного от этого отверстия и еще написали этот размер но это маркетинговый ход так сказать и так понимаю 800 там 400 без разницы я взял самый большой потому что показалось мне но будет немножко удобнее для меня кто-то говорит слабая рама слабая рама там чё там станина еще там куча всего да это хоббиный станок мужики ну хоббиный станок ну как вы не понимаете я не знаю второй по популярности комментарий из прошлого видоса где брал сколько стоит почем брал сколько доставка мужики но я уже отвечал на этот вопрос кому-то конкретно ну и коммент комменты ж никто не читает точнее ответы вот как параллельцы вот эти вот человек 200 написала что они тупые ну я сам вижу не тупые спасибо вам за комментарий еще раз так и там ну опуститесь вы по вниз почитайте есть делать ответы есть на комментарии мои возможно там есть нужная информация вот я писал уже цену давайте сделаем проще я закреплю ссылочку в комментарии вот самый первый комментарий то будет ссылочка на сайт идея брал этот станок я его не из китая заказывал зайдите посмотрите цены посмотрим доставка мне обошлась деловыми линиями до краснодарского края из москвы 2 600 ездил я ворот есть заходите смотрите читаете характеристики понять я не буду их рассказывать здесь это можете сами изучить всю информацию я не знаю если человек интересуется какой-то конкретной вещью до какой-то покупайте в машину допустим перед тем как купить машину вы уже про нее все знаете да какая-то модель сколько она там литров сколько она жрет какие у нее слабые места вы тоже об этом все знаете так вот друзья это же изучил все характеристики этого станка перед тем как его купить кстати не переключайся сейчас я с экрана пропаду будем от первого лица снимать распаковочку лучшая зенки все остальное все еще впереди изучил все характеристики пересмотрел кучу обзоров кучу видосов я знал что рама там и бетонирует по самую заднюю бабку можно сказать вот так вот все так вот чуть ли там арматура бетон виброплита там чтобы пузырь из бетона ушел мужики ну не при я не собираюсь превращать из него там 16к 20 делать и все равно не получится как бы там все это дело не не выглядело там я не знаю итак друзья хотелось бы подвести итог перед второй частью видео высказать свое личное мнение по данному экземплярчик у я бы сказал такой вот станок балконного типа я не знаю верстачного типа кого маленький гараж у кого маленькая мастерская отличный вариант вообще я не знаю кто думает по поводу вот такой штуки решать только вам мужики вы должны знать о нем все перед покупкой все плюсы все минусы и быть готовым ко всему да и не забываем что оснастка для него тоже стоит денежек так что готовьте еще треть от суммы самого станка на допы панали вторую часть видео смотреть пришла мужики посылочка вот в аккуратно днюху дополнение к этому токарному станку значит того же сайта где и заказывал давайте посмотрим единственное что я попросил вес кстати посылки 9 килограмм 200 грамм если на попросил отправить не деловыми линиями а транспортная компания сдек люди отправили никаких проблем в общем здесь три коробки вот давайте начнем сейчас самой маленькой а точнее вот без коробочки ремешок запасной ремешок вот сюда на всякие мужики случай маркировка ее конечно плохо видно микро в 150 джей пускай будет сверлильный патрон под конус морзе b16 от миллиметра до 13 вот так вот он выглядит маркировочка на патроне кому интересно вот такая губехи сходятся в самой можно сказать 0 вот по сравнению который лежал в коробке здесь у него идет полтора 13 здесь от миллиметра давайте откроем коробочку но на им вообще без надписей без ничего ничего здесь нет так ну а здесь музыку вот кусочек пенопласта вот другой кусочек с другой стороны сейчас все это дело достану распакую посмотрим так мужики ну а в коробке находилась вот такая вот штука называется фрезерная приставка к токарному станку нам даже в цвет прикольно вот ставится за место в этой штуке до сих пор не знаю как называется его купил чуть больше недели назад видели да ты конечно видели там уже просмотров просто капец а комментариев там на строчили что резцы тупые вот эти вот что их нужно точить а никто не сказал умничают там капец ну я знаю что вы ребятки специалисты ну хотя бы кто не подсказал тут нету нуля зажимай нулевой нулевой зажимай кто-то вот кто-нибудь бы написал что нулевой вот этот винт он находится напротив первого между в аккурат между вторым и третьим кулачком вот нулевой вот этот как он там называется винт между вместо вместо того что помнищать вот подсказали чтобы вот тут тут сань вот этот вот тут он и есть нулевой если нету меток а то такие все прям специалисты перед монитором или перед телефоном в общем приставочка ставится за место вот этой штуки она откручивается ставится и можно будет да тот же самый шпоночный паз нарезать зажать фрезу тупо нарезать на валу шпоночный паз и где-то какие-то шкивы до любое продольное так сказать отверстие вот губы они раздвигаются можно даже за место них сюда я смотрел некоторые прикручивают тисы вот от сверлильного станка и прекрасно тоже ими зажимают в общем такая еще будет приблуда не знаю зачем но будет в работе мы конечно же и увидим на этом станке так ну и самая большая коробка сейчас ее открою и сюда тоже заглянем так но в коробеке мужики 4 кулачковый самоцентрирующийся патрон маркировочка кому интересно к 12 125 комплекте три винта идут это скорее всего крепежные вот сюда винты ключ и 4 обратных кулачка этот патрон маркировочка к 11 125 на три кулачка а теперь господа всезнайки объясните мне тупому неграмотному вот начинающему так сказать токарю носи это мягко говоря да вот где здесь нулевой винт их здесь два надписей нет один стоит с одной стороны другой стоит с другой стороны где здесь нулевой вот этот винт так друзья разобрал амортизатор старенький сейчас еще даже один лежит на верстаке разберу так чтобы перепровериться в общем зажал его пытался как-то показать вам на старом у меня штоки но у меня ему по нему уже стучал забитый ну вот гайка тут есть зазубрины такие забои вот они прекрасно видно ну не было у меня станка поэтому не было необходимости его хранить в целостности и сохранности вот новенький шток только-только из корпуса и вот бабушка туда в патрон тут кольцом с не знаю какую машину не с нашинской потому что нашинский вот длиннее штуки этот какой-то короткий в итоге чем воду убеги до сюда 120 сантиметров получается от края бы 19 с копейками почти двадцатка по малу сейчас дам сколько это возможно тут даже не отображается но двигатель работает и вот она здесь уперта выставлена на ноль него такой вот результат показывать на 20 сантиметрах одно деление я считаю нормально для 26 оборотов я считаю нормально куда мне еще точнее я часы не ремонтирую мужики я делаю мини трактора поэтому мне вот вот эти вот вот эти вот даже вот эти вот вещи на даже держателя нет для него нету на магнит и взял на неодимовые чистого показать второй приклеился вот такие вот показания показывает вот этот штука как там называется да нет у нее название модель у ссср а я не знаю как называется так дальше поменял друзья штук этот снял поставил другой вот юбка которая стояла сейчас вот с другой юбкой стоит и максимально выдвинул схватил за самый край вот здесь вот вот так же отвел на 20 сантиметров ну потому что там было 20 здесь сделаем 20 просто посмотреть это вот штук я только что разобрал ароматизаторы повторяюсь вот не малочку дал и на том же самом расстоянии друзья те же самые показания я думаю этого более чем достаточно зажал заготовочку вот сюда сейчас сделал несколько проходов один и второй чистота обработки только сейчас вот пальцами за лапу а так меня устраивает давайте сейчас разочек пройдусь и покажу стружку вот такие длинные получаются стружки спираль метра два с лишним другая чуть покороче такие вот выходят и оборвала ну тут запутляла но такой короткой заготовочки но это не заготовочка это чисто показать как точат как точат как точат вот эти резцы это я поставил не желтые на пайке вот эти темные вот эти эти писали мне точи точи ребята нечем точить поэтому лежат ждут своего часа всему свое время как говорится вот еще этот бесящий монитор с цифрами до шоке суд за цифра ну скажите запустил станок вот я стою вот как я должен стоять в рабочее положение чтобы их по и увидеть нужно либо мужики отойти либо либо вот я на уровне глаз так ставлю смотрите что тут видно ничего не видно либо так вот присесть такие приседания и 1 2 1 2 и вот так вот в течение дня раз 200 300 присел ноги под накачались в общем вот этот бесящий монитор переношу на место вот этой кнопки чтоб он вот стою на уровне глаз телефон как раз смотрит вот сюда прекрасно будет видно кнопки я замерил его вот замерил вот это им вот этому переключателю никак не мешает как раз сюда вписывается а эту кнопку перенесу вот сюда то есть открыл включил тут же и отрегулировал и посмотрел почему сразу так не делать я не знаю я понимаю что китайцы все маленькие они вот на вот этом вот уровне находятся вот такие вот вот им все видно но я не маленький и люди есть еще повыше чем я то есть стоя у станка вот тут вообще ничего не видно ну вот друзья совсем другое дело кнопочку поставил за место дисплей чекана как раз в это окошко встала с той стороны приклепал лист оцинковки вот с этого же профиля у меня обрезки оставались кусочек вырезал приклепал разметил были высверлил не значить под кнопку чтоб проходила все просверлил закрепил вот она как раз сюда отлично стало ну здесь вот краюшечка немножечко набегает но я ее не болгарочкой так чтоб она не упиралась вот сюда там подработал все удобно включается включил тут же тут же вот и сразу регулятор вот она цифра прямо перед глазами я держу телефон на уровне вас то есть я сейчас смотрю через телефон и даже эту цифру прекрасно вижу со стороны цифру мужики видно вот стоя даже вот вот здесь вот да вот возле окна она цифра ее видно не на не приседать не наклоняться не нужно быть ниже ростом она перед глазами выключатель этот переключалка осталось и бы как бы пользуюсь одану от случая к случаю а так вот по на постоянке отсюда цифру мужики также видно ну здесь если кто-то будет стоять наблюдать рядышком то пожалуйста ну офигенски тут же можно остановить станок запустить ну удобно стало почему сразу так не делать я не знаю но господа китайцы ну немножечко то присматривайтесь к людям самом-то деле так следующее что я сделал это поставил все шестерни мужики ровно будем так говорить чтобы они у них зацеп был сто процентов здесь пришлось подложить шайбу чтобы ее сдвинуть немного вот здесь под этой шестерни здесь стоит втулочка пришлось ее проточить то есть вот так вот я снял и втулочку проточил мужики ну чтобы ее зажать в патрон пришлось проточить кулачки но часто и здесь заготовочка кулачки проточил я здесь на 3 миллиметра ну это не только эту можно ставить любую другую но с упором и и все получилось у меня мужики прекрасно теперь зацеп стопроцентный ну зазор давим через тетрадный лист так задняя бабка вот снятый конус и вот так вот в полностью закрученном состоянии у меня торчало торчал вот это тут как его называть гнездо вот это в общем выкрутил перед этим замерил 4 миллиметра зажал в патрон 4 миллиметра с задней стороны сточил теперь она у меня можете прячется практически полностью они практически вот буквально тут чуть-чуть остается так зачем я там сделал для того чтобы выталкивала конус морзе а некоторые скажут а он и так выталкивает вопросов нет но я захотел чтобы у меня конуса начинались работать с деление носа я их все по подрезал по подрезал чтобы они у меня начинались с нуля это конуса ставлю на 0 смело могу подводить и видеть насколько я его выдвинул да ну мало ли ну ладно это конус ну сверло давайте его поставлю сверло вот патрон не сверло патрон также подрезанный вставляется отводится на ноль и с нуля можно начинать ну соответственно здесь тоже можно подвести до нуля чтобы ориентироваться не только здесь но и здесь здесь удобнее намного для меня а подрезал я вот это посадочная для того чтобы она выталкивала то есть она лучше заходила если этом ошибся с подрезкой конуса ту она его все равно выталкивает вот и все элементарно все просто мужики вот они эти проточенные мужики губёхи снаружи офигенно получилось знаешь зажал 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 где-то уже убрал вот шайбу вот эту проставочную вот таким вот образом одел разжал и потом проточил вот здесь точил ориентировочно говорится на глаз я имею ввиду вот до края дошло и все и я думаю этого достаточно тут зуб соответственно сточился передний нет это ну ничего страшно работать будет всеми остальными это для того чтобы вот как раз таки вот эту втулочку сюда и вставил поджимал конусом немножечко и обрабатывал сколько мне нужно потом конус отводил точнее заднюю бабку и уже резцом ее спокойненько дорезал вот такой вот запчасти ли на а спокойно зажалось ровненько вот как то так но это для таких вот мелочевочки повторю здесь три миллиметра три миллиметра дальше следующее знаете да что пришла вот это вот приблуда и чтобы ее поставить нужно сейчас вот эту штуку а наш очень классно крутится сейчас и на сдвину а потом включусь наконец-то согнал капец неудобно чтобы повернуть ее под нужным углом нужно ее больше половины отогнать назад чтобы появились вот эти два винта которые нужно послабить поправить но поставить так как нужно вот туда-сюда там затянуть потом ее загнать обратно да вот эта шкала это пластмассный кусок как один человек сказал это показе метр он показывает погоду он за окном идет дождь смотрим точно совпадение стопроцентное вот поэтому поэтому по козиметру ориентироваться не стоит только чтобы вернуть ее обратно это угольник который должен на днях у меня появится как он до называется поверочный вот я думаю понятно сейчас я ее загоняю обратно задолбался маслать маленький кружочек еще это мешает еле-еле душа в теле вот я такое вот мое рабочее положение не знаю правильно нет ну вот здесь вровень здесь резцы как-то там что я сделал я упростил вот эту задачу я засверлил малую продольную под те болты они находятся под резцы держкой два отверстия мужики вот они на 8 совпадают точно там где находятся эти болты остается только вставить ключ отпустить повернуть так как надо затянуть но болты не вывалятся потому что там чтобы они выходили нужно отверстие на 10 но я оставил на 8 никаких проблемах плюс это резцы держка закрывает стружка туда не попадает не надо лишним а раз маслать вот эту ручку вот как то так сейчас покажу так ключик шестигранник там болты тоже шестигранник то есть попадаем отпускаем одну один болт отпускаю другой болт я не боюсь я потом поправлю это все дело ставлю так как мне нужно и затягиваем все накидываю не туда попал ставлю резцы держку на место и работаю мужики смело без лишних манипуляций вот здесь я этот убрал язычок ну реально мешается чтобы вот промазал там резец да ну чуть-чуть там будем вернуть назад быть чуть-чуточку да там по всякому тут бывают ситуацию ситуации короче достал я пружинку язычок он положил по мне так лишняя запчасти лина вот она больше рассказывал и показывал и на место прикрутить под каким-то надо углом грубо говоря я не знаю вот так же работать можно но при этом уже резец можно пускать под каким-то определенным углом ну какие-то конусы точить я не знаю быстро быстро удобно удобно при любое положение резцедержки болты точнее вот эти отверстия не не открываются то есть мусора там мужики не будет также можно и снять поставил под обычный пока угольник ничего в этом страшного не вижу для этого она и сделана для того чтобы крутить вертеть как хотеть все не надо лишний раз вот эту маслать я лозить остается поставить резцедержку также мужики вот удлиненная гайка туда зажимать ну как бы не варик да тут не остается место на разгуляться вот подвел поджал зажал зажал это так на полу на пробу гаечка 3 миллиметра туда зашла остальное все поле гуля не хочу цифры видно ну чем не красота зажимается вот так вот да будут какие-то там неточности но мне не принципиально ну вот друзья элементарно простая операция до удлиненная гайка было ранее проточил до определенного момента можно было еще меньше ну поставил пока так все вот она запчасти ли на можно сказать да получается где-то можно засверлиться вставить а с этой стороны притягивать во сколько резьбы такая втулка с резьбой можно было сточить не больше да ну теперь можно ее развернуть зажать и доточить остальное никаких проблем а можно так оставить почему бы и нет вот такие вот втулочки из гаек получаются это вот 16 гайка это вот гайка 20 это самый минимум который можно оставить можно теперь куда-то их завтулить и и нормальная втулочка с резьбой где-то вварить вот они 3 миллиметра также точно и здесь мужики все элементарно просто еще раз повторюсь для хейтеров наверное не меня любят про . в кулачках для мелочевки понятное дело для габаритных крупных деталей есть обратные кулачки снял кулачки поставил мужики обратные и они чё правильно позволяют зажимать более габаритные детали для их дальнейшей обработки вот такие вот мужики дела так мужики ну закончил еще переделку одну это капец короче щиток вот этот отодвинул назад вот здесь она крепилась вот это крепление на край коробёхи вот этой но не дальше вода у стола получилось ориентировался по краю и опустил вниз и прикрутил полностью к поддону шопу туда вообще ничего не сыпалось сразу добавилось место офигенский добавилось вырезал аппендицит этот который как вырезал ножницами разрезал здесь остальное отломалась тут на сварке было на 2 на двух точках вот где он тут кусок этот валялся вот они тут две точечки было но его уже не хватает я его использовал сделал вот сюда такую скобу там на то место прикрутил ну а здесь вымерял и развернул чтобы удобно было с этой стороны ключом закручивать и попадать ну и здесь придержать там отверткой все сразу стало намного веселее надо выгребти выгреб вымел я не знаю вот здесь вот рукояткой уже не бьешься вот это ребро она стояла вообще рядом туда ушло и чуть ниже стало буквально не знаю прилично ниже стало без этого аппендицита теперь вот этот суппорт до конца доходит там защиту согнул самодельную вот такая она это чуть ошибся вот здесь вырезал ножницами по металлу вот добавил теперь оно там вровень щелей вообще нету это ставится в поддон вот так вот вот так закрывает полностью двигатель но там еще немножко тут и загнул чтобы она плотно прилегла вот где она вот она гиб тут она в сторону мотор стоит вот до мотора дошло здесь пришлось согнуть чтобы прикрутить без щелей и все вот так вот получилось ну до конца можно было до конца ящика сделать ну я попритягивал чтоб вообще капитально было а здесь она просто к станине прилегает под самый верх тут до самого низа обошел и все ну там если щелочки такие есть по сравнению с тем что было вот такие щели мужики это щелочки тем более компрессором с этой стороны все продувается но крупняк туда вообще никак не попадает офигенно получилось вот это вот то что нужно сразу место добавилось капец капец добавилось место и виднее стало она загораживала свет с окна а сейчас вообще видно стало прям четко так ну и последний как говорится штришок на сегодня это я сейчас заменю вот эту ногтегрызку реально поддостала мало того что она постоянно вот это откручивается и болтается так еще зажимает ногти между болтами вот тут когда начинаешь либо откручивать либо закручивать ну реально ногтегрызка мужики я ее уже изготовил новенький вот этот винт вот такой получился по сравнению с тем что было вот так если поставить да для сравнения вот так вверх к верху и выше и дальше это тяга сейчас покажу откуда и гайка удлиненная десяточка варил просто сверху на гайку положил когда вытащил ее положил приварил и обработал получилось вот так вот из шести граней переход в кругляк и на утончение шар остался родной это вот такая тяга не знаю с автомобиля то ли с рулевой рейки сходовки какая-то штука не разных модификаций моделей короче насобирал на металлоломе вот и пригодилось все зазор два пальца спокойно можно браться я не знаю как показать хоть так хоть так и рычаг удобный изгинать ее не буду вверх не вижу смысла даже упор можно упереться и подтянуть нормально вот точил конус вот он конус это проточный конус на показиметре поставил одно деление сдвинул не знаю сколько это градусов вот выставил и вот этой штукой прогонял от шарика вот так вот от шарика и туда 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 и получился вот такой вот мужики конус в общем мужики не не удержался не удержался и сделал еще сюда рычаг это сделал давно стою гуляюсь заменил внутренний этот гужончик вот такой маленький там постоянно откручивается вот он в коробежку помещается под шестигранник фигня полная поставил снаружи мне не принципиально затянул зато там резьбы вот так вот по телу прошло и притянулась вообще капитально все не дальше вот этого эту я согнал сюда до упора посмотреть как это выглядит ну мало ли что все есть такой же билибердин один ну чуть другой шестигранник вот оставим вот он заодно ключом удобно затягивать это уже наглухо приварено откручиваться не будет просто проточил прямо да и все ну и шарик здесь чуть побольше все и выбивать удобно она вот под рукой не надо ее там щупать искать вот она родная вот насколько длиннее стало и удобнее 12 сантиметров вот так вот от края до до сюда резьба не считается и вот это тоже 12 сантиметров мне как раз вот шарик между пальцами поставил и все включай выключай офигенно получилось не надо ее щупать ничего тут же работаешь тут же ее и подаешь дисплейчик вообще в тему вписался ну включил и пошло работать глядишь там подошло просто рукой выбил и все все под рукой все теперь точно все всем пока и там все и все в